А теперь давайте обсудим итоги политического сезона с нашими гостями. Алена Шкрум, народный депутат от Батькивщины, Сергей Березенко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко, и Александр Мартыненко, гендиректор агентства Интерфакс Украина и, по моему мнению, очень мудрый наблюдатель за украинской политикой. Здравствуйте, Александр, спасибо, что пришли. Сергей, первый вопрос вам. Вот почему настолько затянулось обновление Центра Сбиркома, и действительно ли вы верите, что осенью вот этот торг за места точно закончится? И каким-то мифическим, возможно, образом исчезнет вот то недоверие, которое сопровождает весь процесс согласований. Я, дякую, честно говоря, уже дуже мало верю, потому что мы сделали все, как фракция Блок Петра Порошенко, для того, чтобы голосование за оновлено складу ЦВК відбулося. Президент двойче вносил кандидатури. Один раз откликал на вимогу фракции, которые входят в Коалицию Народного фронта. З лютого месяца есть и другие подания. С привода того, почему было внесено не 13, а 14, я хотел бы нагадать, что после того, как было внесено 13 кандидатур, была пропозиция от фракции Батьковщина. И особо лидер фракции, паня Тимошенко, обратилась к президенту, чтобы враховать и кандидатуру, здаються, пана Евстігнеева, от их политической силы. Было сделано дополнительное подание для того, чтобы зала визначилась. Потом шел в долгий период голосование за антикоррупционный суд, не могли перейти. Потом шла в спецпереверка, больше 30 дней. И вот, наконец, проголосовавши все, мы вернулись до наших коллег. Действительно, было неоднозначно, понятно, за кого голосовать, не голосовать, кто бы оставался за бортом в течение этого голосования. Тому мы приняли решение, что Блок Петра Порошенко не будет голосовать, фактически, откличая, но чтобы не заходить в эту процедуру, потому что может только президент, а как вы знаете, он в эти дни перебывается на саммите НАТО в Брюсселе. Фракция запропоняла, что официально это оголосило с Требуни Верховной Ради, что мы не будем голосовать за одного из наших кандидатов, до речи, очень важного юриста, но мы должны идти на этот крок, чтобы осталось 13 кандидатов на 13 мест. Это голосование могло бы быть. Но могло бы быть, но тем не менее, но... До речи, в сюжете, если вы видели в сюжете, Сергей Соболев, заступник фракции «Батьковщина», сказал, что мы будем голосовать только за умову, если на 13 мест будет 13 кандидатов. Эта умова была выполнена. На жаль, на моё великое удивление, и керевство Верховной Ради, в особе Андрея Пиробя, даже не поставило это вопрос на сигнальное голосование. А с привода того, что порожня зала, то я вам хочу сказать, что за эти годы работы Верховной Ради только несколько разов, и моя коллега Олена Надесь-Брехати, произошло результативное голосование в пятницу. Это законы про деокупацию, и сегодня, когда мы принесли, то есть, если мы даже в пятницу собрали голосы, то вчера они были и подавно. На жаль, ЦВК не было сходу. Алена, у вас хотелось спросить вот что. Если говорить о кандидатах членов Центризбиркома, то важным вопросом является какой? Являются ли они хорошими специалистами в первую очередь? Мне непонятно, почему речь идет в основном о партийных квотах, о соблюдении, да? Но речь не идет о профессиональной подготовке кандидатов. Ну, насправді, мова идет про профессиональную, незалежную подготовку. Потому что кандидаты должны быть не только профессионалами, они должны быть равновиддаленными. Именно поэтому ЦВК формуется от представителей всех политических фракций. Потому что фракции никогда не погодятся на человеку конкретной фракции. То есть, это должны быть равновиддаленными. Все кандидаты так формуются, ну, ЦВК майже в ущем мире, если они формуются за политическими квотами. Насправді, я хочу, чтобы очень четко украинцы понимали одну речь. Когда президент Петр Олексійович Порошенко присягнув на Конституцию и на верность украинскому народу, уже тогда было близко 10 членов ЦВК, которые должны быть сняты, потому что они пересидели свои законные повноважения, они уже были нелегитимными. И президент мог в первый тиждень, в первый месяц, в первый рік своего президентства внести новый склад ЦВК на те 13 посад, которые были вольными. Вместо этого, на жаль, он раздавал ордены пану Анхидовскому, который получил деньги из черной бухгалтерии партии регионов, вместо того, чтобы восстановить ЦВК. Ну, теперь его рейтинги падают и начинают розповеди, что нужно очень быстро обновить ЦВК. Но, на жаль, мы не можем голосовать за незаконное решение. Чому? Ну, потому что тогда ЦВК будет снова нелегитимным. И вот тут мне, как юрист, очень не хочется, чтобы перед выборами или после выборов кто-то подал в Конституционный суд и сказал, что ЦВК была сформована нелегитимно. Из двух причин. Ну, по-перше, не предбачена такая процедура голосовать за 13 вольных кандидатов на 13 мест, если нам подали 14 кандидатур. Мы не можем визначити, за кого не голосовать. Мы уже додумали 13 кандидатов. Нет, это может сделать только президент, потому что это Конституция и закон про ЦВК. А другая, у нас есть более страшная история. У нас есть резолюция парламентской асамблеи Ради Европы, которая требует от Украины пропорционного представительства от каждой фракции. Сначала президент забыл представителя фракции «Батьковщина». И Юлия Володимировна не просила президента подать нашего представителя. Просила выполнять резолюцию парламентской асамблеи Ради Европы. Но даже сейчас там нет представителей всех фракций. А президент хочет там почти 10 мест с 13 вольных. Слушая вас, дорогие друзья, я думаю, что и осенью будет у нас битва за ЦВК. Я думаю, что просто нужно перестать играть в эти игры. Александр, вы как всегда над схваткой. Вот смотрите, в этом политическом сезоне, мне кажется, слово «кризис» произносилось очень часто, когда мы говорили о работе Верховной Рады. При этом до выборов-то еще, в принципе, очень далеко. Что будет осенью, когда уже политический процесс обострится, когда к выборам уже будет все ближе и ближе и ближе? Не станут ли вот эти схватки противостояния такими острыми, что мы столкнемся с практически недееспособным парламентом? Да, понимаете, у нас главная проблема в том, что у нас 15 кандидатов или 17 кандидатов президента только в зале, а еще человек 40 за ее пределами. И поэтому явного лидера, но за исключением Тимошенко, который выше там на 4-5 процентов. Все остальные примерно на одном уровне. Как правило, и у них есть представители Верховной Рады. Поскольку все сентября будут в предвыборной борьбе, все. То я бы хотел очень ошибиться, но мне кажется, что это приведет к такой, ну не сказал бы, недееспособности парламента, но крайне малой его эффективности. Крайне. То есть решение можно будет проводить очень часто. Потому что логика будет одна, логика предвыборной борьбы. А что такое логика предвыборной борьбы? Подставить конкурента под огонь, критики самим отличиться. Так не получают, так не собирают большинство. Так нельзя сосредоточиться, никто не может сосредоточиться на работе парламента, как законодательного органа. Это будет парламент, как площадка для демонстрации электорату тех или иных своих преимуществ. То есть ярко, красиво, выступлений много, а толку возможно и немного. Да, очень много будут говорить. Это точно важно. Алена, мы обязательно продолжим, вернемся к разговору через несколько минут. Извините, а вот сейчас еще одна тема, на которую хочется обратить внимание, это бунт евробляхеров. Он поставлен на паузу. Наверняка осенью они опять вернутся в правительственный квартал, но после того, каким запомнилось их нынешнее появление, вряд ли можно ожидать, что осенью хоть кто-то будет им сочувствовать. Почему? Вот давайте посмотрим. Утро 11 июля. Центр столицы парализован. По всему городу пробки. Тысячи машин с иностранной регистрацией приехали в правительственный квартал. Требуют доступную растаможку авто и фискальную амнистию для себя. На работу! На работу! Участники акции блокируют выход из парламента и не пропускают никого. Журналистам приходится лезть через забор. Активисты заявляют, что никто не выйдет из здания, пока их требования не будут выполнены. На работу! На работу! Вы уходите! Я не вижу. А кто это? Журналистка показывает удостоверение, и только тогда возмущенная толпа ее пропускает. А депутаты тем временем покидают Раду через черный ход. Публика, которая блокирует Грушевского за евробляхи, высушенностью и культурой не отрозняется. Перед зданием парламента и Кабмина протестующие жгут дымовые шашки и созывают подмогу со всей Украины. По их данным, в столицу съехались около 25 тысяч владельцев евроблях. Они остаются здесь ночевать и объявляют бессрочную акцию. Не обошлось и без потасовок и перепалок. Художник Сергей Паярков чуть не подрался с участниками протеста. Он бежит, он бежит, он бежит, украинский! Машина нардепа Павла Пинзенека с еще двумя депутатами в салоне сбила одного из активистов. С переломом ноги его забрала скорая. А участники акции взяли Пинзенека в кольцо, чтобы тот не сбежал. Хотя за рулем был не депутат, а его водитель. А еще одно ДТП произошло уже сегодня. Митингующий перебегал дорогу в неустановленном месте и его задел автомобиль. На место происшествия приехала скорая и полиция. Но похоже, что потасовки и аварии в правительственном квартале закончены. После голосования в Раде владельцы евроблях сняли блокаду и разъехались по домам. Продолжим разговор с нашими гостями. Алена Шкрум, представитель Собачьевщины, Сергей Березенко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко и Александра Мартыненко. Политический эксперт и гендиректор агентства Интерфакс Украина. Александр, с вас теперь начнем. Почему сегодня, как вы считаете, в Верховной Раде депутаты смогли так мобилизироваться? Я не припомню пятницу, такой результативной. Да и вообще, по пятницам собирается 18-20 человек от силы. Люди просиживают этот день и никогда никаких решений не принимают. Сегодня и о шахтерах вспомнили, о евробляхах вспомнили. Это политические вот эти вот протестные настроения так пугают наши депутаты? Ну это выборы, я же говорю, может об этом уже говорили. А может толпу побоялись или уже заделаны выборы? Нет, знаете, толпа, конечно, ничего приятного в этом нет, в толпе этой. Но толпы было много разных и это очень редко влияло. Нет, на самом деле это выборы, потому что надо... Просто понимаем, что в евроблях на самом деле не 100 тысяч, не 200, их значительно больше. Это на самом деле очень серьезная проблема, потому что это огромное количество народу, которое заинтересовано в том, чтобы эти налоги не брались. А шахтеры, и шахтеры, они всегда сам организовываются. Поэтому этим людям, конечно, надо было бы что-то дать. Ну это дали в первом чтении, насколько я понимаю, это все еще придет на будущее. Потом они придут еще в сентябре и в октябре. Но, а дальше уже, знаете, уже будет очень трудно понять, а где, собственно, реальные социальные протесты, а где предвыборная кампания. Я и сейчас, честно, я сомневаюсь, что вот эти все протесты, они никаким образом к выборам не связаны. Мне кажется, там есть какая-то подоплека. Но дальше, вот следующее, начиная прямо с конца августа, То есть вы считаете, что эти протесты могут быть игрой мускулов уже, да? Это уже, знаете, даже если есть реальная социальная проблема. А потом какой-то из кандидатов в президенты начинает ее чуть-чуть подогревать, чуть-чуть подбрасывать, чуть-чуть раздуть, чуть-чуть помочь организационно, чуть-чуть помочь чем-то с деньгами, чем-то еще и так далее. А потом в последний момент выйти на трибуну, сказать, мы вам помогли, я вам помог, теперь идите за мной. В общем, да, в принципе, такие, конечно, методики уже обкатаны. Алена, какое у вас впечатление от евробляхеров на Грушевского? Наверняка, я уже говорил, эти люди осенью придут, да? И наверняка уж к осени они разберутся, что и не всем они довольны. И акциз может показаться высоким, и штрафы драконовскими, да? Ну, что осенью тогда будет? Ну, смотрите, по-перше, ну, конечно, от разных людей разное впечатление, но эту проблему створила, на самом деле, коалиция и уряд, на жаль, неиснуючая коалиция. Если бы существовала коалиция и пыталась эту проблему решить протягом последних двух лет, проблемы бы не было. Я понимаю, тут есть рубляхеров, потому что они рейк ходят, просят у профильного комитета пани Южанину проблему решить, у уряду проблему решить, у різноманитных депутатов подано купе инициатив, а проблема не вырешивается. Ну, и, в принципе, если проблемы не будут вырешиваться руками, то очень большая количество людей из разных верст населения и бизнес-середовища будет смущена дойти таким образом. Ну, на жаль, это тоже европейская практика защищать свои интересы и адвокатизировать за свои интересы. Мы сегодня не вырешили эту проблему, абсолютно, отверто вам скажу. Ну, осенью шанс ее решить есть, все-таки, Алёна, согласитесь. Ну, сегодня просто тем, что принято, да, нужно будет заплатить полторы тысячи евро за размытнение машины, которая стоит 2,5 тысячи евро. Ну, посмотрим, посмотрим, закон может измениться ко второму чтению. Вы знаете, это как никто, поэтому и акцизы, и штрафы как цыплят по осени еще посчитаем. Сергей, вот смотрите, сегодня в последний день работы изменили госбюджет, да, внесли поправки для того, чтобы заплатить долги шахтерам по зарплате. Можно осенью ждать еще каких-то изменений в госбюджете? В первую очередь, конечно, меня интересуют социальные выплаты, пенсии, заработные платы бюджетникам и так далее. Ну, по поточным вопросам, это мае быть инициатива уряда. Я уверен, что народные депутаты не должны генерировать самые изменения в бюджете, потому что есть певный государственный баланс. Поэтому, возможно, все. Но я бы думал, что на осень мы должны ответить на главное вопрос, что можно поднять минимальную зарплату, и что можно как следует перераховать пенсии. Оце вопрос, которое будет поднимать фракция Блоку Петра Порошенко, это такое задание, которое мы будем ставить уряду, и мы бы очень хотели, чтобы они его выполнили. Но законы, которые были инициированы Ніною Южаниной, до речи, очень хорошо прописаны. И очень много коллег из опозиции брали участие в его написании. Они решили головное вопрос. За минулий рік 18 миллиардов гривен не было доотримано в бюджет через тех самых евроблякеров, которые не платили ни мито, ни акциз. А 21 миллиард отримали от людей, которые заплатили. То есть, когда не платим вообще мито, могут складывать 39 миллиардов. Надо понимать, где их брать. Поэтому изменения возможны. Но я думаю, что фракция коалиции с этим справится. Понятно. Спасибо вам огромное за участие в программе. Алена Шкрум, Сергей Березенко, Александр Мартыненко отвечали на мои вопросы, говорили мы о конце политического сезона.